Дорогие товарищи, митинг, посвященный 1 мая, разрешите считать открытым. Но прежде чем выступить, мы возложим цветы. Дорогие товарищи, у нас сегодня присутствуют здесь на митинге глава района и глава города. Так что, я думаю, первое слово предоставим главе района по ступенькам. Так что, дядя Владимир Матебеевич, пожалуйста. Спасибо. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мне прежде всего хочется поздравить сегодня, в этот день первомайский, с праздником, с нашим христианским праздником великим, с Пасхой. И вот, наверное, действительно такое редко бывает, когда и 1 мая, и Пасха в один день. То есть у нас такой большой двойной праздник. Поздравляю вас и всем желаю счастья, желаю здоровья, успехов, семейного благополучия, всего самого наилучшего. Ну а и вот наш замечательный праздник 1 мая, праздник труда, это праздник, который мы проносим уже десятилетиями. Мы помним о нем, несмотря на то, что у нас многое поменялось, определенные подходы, и само государство поменялось, социализм, на экономическое русло мы встали. Идем по-другому, но я думаю, что вот то, что великое было у нас в Российской Федерации, мы всегда должны помнить. Это, наверное, самое главное. Пока мы помним, пока мы помним все лучшее, что у нас было, пока мы помним, что делали наши отцы, наши деды, соответственно, Россия жива и будет жить. Поэтому поздравляю вас и с этим праздником, желаю точно так же продолжения всего самого наилучшего, самого замечательного, успехов во всем. С праздником! Слово предоставляется главе города. Кашину Станиславу Александровичу. Дорогие жители города, разрешите поздравить вас со светлой Пасхой Господней, в первую очередь. Пусть этот воскресный, добрый, светлый праздник наполнит наши сердца любовью, взаимопониманием с нашими родными и близкими. Ну и, конечно, с первым маем, с днем весны и труда, с днем международной солидарности трудящихся, действительно, сегодняшний день, воскресенье объединил два замечательных праздника. Это христианский и праздник светский. Как бы мы ни называли, в какой бы стране мы ни жили, 1 мая, это в любом случае. Идея этого праздника, его идеология, она наполнена хорошим, теплым отношением к труду, близким, к той малой родине, на которой мы живем, и к тем людям, которые нас окружают. Поэтому пусть светлое Христово воскресенье наполнит нас, наши сердца, любовью, взаимопониманием, уважением друг к другу. Ну а день международной солидарности трудящихся вдохновит нас на новые поступки, свершения для наших близких, для нас самих, для малой родины, на которой мы живем. С праздником всех вас! Слово предоставляется председателю Совета инвалидов, значит, председателю, секретарю партийной организации «Справедливая Россия». Генеральному. Генеральному. Добавили. Я прошу извините, у меня сегодня голоса нет, поэтому не подумайте о том, что я вчера это потерял. Нет, он давно у меня уже, так-то садится. Дорогие друзья, товарищи, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня звучали здесь. День сегодня особенный, он особенный во многих отношениях. То, что вот именно 1 мая совпало с Пасхой, это, наверное, редкое явление, по крайней мере, вот я не помню, может и было. Кроме того, вот такая чудесная погода, они создают такое праздничное настроение. Поэтому всех вас с праздником, доброго вам здоровья, долгих лет жизни, успехов во всем, удачи. Мы, люди старшего поколения, как-то с сожалением сегодня отмечаем, что были времена, это 20-30 лет назад, когда весь народ города, и не только нашего, по всей стране собирались на демонстрации, трудовые коллективы, граждане, буквально все, от мала до велика, и взрослые люди, бабушки с внуками, с правнуками, значит, все шли на демонстрацию. Это было очень здорово. Это не просто вот так вот, какой-то вот дань чему-то, это, знаете, очень большое дело. Это общение, это взаимопонимание, которых сегодня вот нас не хватает в нашей жизни. Действительно, как-то вот взаимоотношения между людьми в последние годы стали совсем другие. Ну, наверное, вам понятно, расслоение общества по, так сказать, по материальному признаку, это привело вот как раз вот, наверное, к тому. Вот. Поэтому мы, вот кто здесь есть, я думаю, что все мы до последних дней, как говорится, в своей жизни вот эти праздники будем отмечать. В том числе и, конечно, праздник Великого Октября. Мне немножко завидно то, что вот мы видим и слышим по телевидению, значит, во многих городах, и не во многих, а в очень большом количестве городов, в том числе и у нас Кирове, значит, вот эти демонстрации, они все-таки еще сохранились. Вот. Вот демонстрация на Красной площади в Москве тоже сейчас вот прекрасно, верно. Это вот традиции, традиции, конечно, они должны быть сохранены, они должны быть в нашей памяти. Еще раз с праздником вас, дорогие друзья. Будьте здоровы, счастливы. Всего вам доброго. Спасибо. Боже, не больно? Голос-то хороший. Мне бы хотелось вот о чем поговорить. В 96-м году началась перестройка, помните? Вы, наверное, много помните. И вы, наверное, знаете, как мы в те времена жили. Был в связи с перестройкой, мы кого потеряли? Советский Союз. Потеряли все республики. Дальше. Жизнь наша стала нестабильна. Почему? Если вы знаете, в те годы у нас годами не было изменения цен на продукты питания, на товары промышленного производства и так далее и тому подобное. Все думали, что жить будем так, как положено. У каждого будет право на труд. А чтобы право на труд не стало, у нас в первую очередь начали ликвидировать колхозы и совхозы. В нашем районе было 13 колхозов и совхозов. На сегодня у нас осталось всего 6. Вы, наверное, все читаете, где в газете написано «Надой молока на корову». Там видно, сколько у нас осталось колхозов и совхозов. Дальше. Вспомните, сколько у нас было промышленных предприятий. Самое большое предприятие было завод градообразующий. В каком оно сейчас состоянии находится, вы все знаете. У меня сосед есть такой. Как 6 часов 7 он пошел на рыбалку, на работу-то чего? Говорит, работы нет. Много говорим уже на 10 или 15 лет, что создадим одно, будем какую-то сетку-ряпицу делать. Потом сейчас опять начали какую-то погрузчики начинают. Ни погрузчиков, ни сетки-ряпицы никакой нет. Осталось, наверное, там единицы работающей. Так или не так? Дальше. Вот здесь выступал президент Путин. Немного схитрил. Ему задали про здравоохранение. Почему у нас здравоохранение закрывается, больницы закрываются, медпункты закрываются? А он ответил, помните, что сказал? А это зависит от самого населения. Прежде чем закрывать медицинские впреждения, нужно посоветоваться с народом. Так он ответил. Много ли с вами советовались? Закрыто четыре участковых больницы. В Дубровке, в Клинковке, в Паломе, в Сырьянов. Кого кто спросил, народ-то, что он хотел? И мы сейчас, видите ли, они еще правительство ссылаться, что это не мы виноваты. Региональные власти виноваты. А при чем тут региональные власти, если Центр не дает деньги на содержание этих больниц? Посмотрите, что получается у нас с больницей. Да, женщины должны ехать рожать в Словоцкой. Ну, дошли до чего? Скоро Клинковка будет у нас. Больше ничего не будет. Вот поселок городского типа, так назывался. И все это дала, чего? Перестройка. И вот, говорят, кризис. Так у нас кризис начался с 86-го года. И он и так будет продолжаться. Посмотрите, здесь ТВЦ, телевидение, задало такой вопрос. Кто в каком стране хочет жить? При капитализме, или при социализме? 86% сказали, мы будем жить при социализме. У народа-то пока еще есть память о том, что в социализме-то было лучше. Не было таких богатых, как сейчас. Ведь посмотрите, покажут дома. Так у них и не дома, а дворцы. Даже где? Не в Москве, а на дачах. И все, говорят, воруют миллионы. А вот когда стали поднимать вопрос о детях войны, тогда не нашлось по рублю, чтобы им дать. А сами себе приняли решение, значит, администрации с выходом на пенсию давать дополнительную пенсию по 40 тысяч рублей. Ну это куда годится? А мы сидим все хлопом, хлопом, никогда вот не выходим на никакие митинги и демонстрации. Не ладно же это. Посмотрите по образованию. Скорость вообще не будет бесплатного образования. Большинство студентов учатся за свой счет. И когда они возьмут, значит, окончат институт, не знают, куда деваться. И куда устроиться. Потому что все эти должности захвачены тем, кому виноположено на сегодняшний день. Брат, сват, дядина родня. Это разве дело? Посмотрите, мы рабочий класс уничтожили. Было сколько ГПТУ у нас. Осталось ли где в Кировской области ГПТУ? А разве для того, чтобы строить страну, разве не нужны строители? Или токари и так далее, и то подобное. Посмотрите, есть ли у нас план развития страны? Уже с 91-го года никакого плана нет. Раньше были пятилетки, помните? Что за пятилетку надо построить? Сейчас ничего нет. А раз нет планового ведения хозяйства, значит, нет в стране и порядка. Я так понимаю. Посмотрите, что получат из здравоохранения. Койко мест, я не знаю, сколько здесь осталось сейчас. 69. Сколько? 69. 69 коек. Ну, неужели у нас 23 тысячи с чем-то населения? Так неужели 60 коек? И сейчас все получается, такие цифры изобрали. Значит, в больницах побывало и пролечилось столько за человек. Понятно, как пролечилось столько за человек. Если раньше участника Великой Отечественной войны держал он в больнице, лечился 30 дней, а сейчас по 10 дней. Вот подсчитайте, за одного участника войны трех обслужат, короче говоря. Вот у них и цифры и получаются. И все ссылается на местную власть. А местная власть, если нет промышленности, нет сельскохозяйства, что с него возьмешь? И вот это только непонятно. Дальше, о дорогах. Ну, сообщение, я вот здесь ехал 14, по-моему, апреля. До Юлинска нельзя доехать. Это ведь дороги федеральные. И каждый год снижаются, значит, средства на строительство дорог, на образование, на здравоохранение. Куда, не кажется, здесь в газете написано, что нынче сократили даже средства на покупку учебников в этом, как его, городской больнице. А посмотрите, какие цены стали у нас в этом, за детские садики. Государство от всего отказалось. Все на муниципалитеты, вон, потослали регионы. Там, как хотите, так и живите. Ведь не дело же это. Так ведь мы не жили с вами. Мы ведь как-то, если что-то было, как-то принимались меры для того, чтобы что-то принять. А сейчас мы дожили до того, что начальство стало князями, а мы стали бедниками. Вот мы с вами до чего дожили. Здесь вот я слышал такое по радио, что сейчас, если случится пожар, так тебе никто не поможет. Сейчас ведь страховые, которые страхуют, они частные. Раньше мы платили вам страховку с вами. Каждый год государству платили-то. Для того, чтобы было побольше денег. Что нам надо сделать? Что же в нашей стране в целом? Все полезные ископаемые должны быть в государстве, а не у частных лиц. Это в первую очередь. Дальше мы получаем 30% от доходов страны, от винно-водочных изделий и табака. Сейчас мы получаем всего 3%. Куда делись 27%? Это все ушло тем, кто выпускает эту продукцию. А какая зарплата? Посмотрите, мы говорим, Единая Россия. Все говорим, Единая Россия. В Москве средняя зарплата 78 тысяч рублей средняя, а у нас 23, 24. Мы на 8 живем. А пенсионеры получают 7 до 8. Вот я помню, у меня сестра ушла на пенсию, она получала самую большую 134 рубля. Помните, это была пенсия? Ей будто все хватало. Сейчас хоть получаю 15 рублей, не хватает. Я вот здесь посмотрел иной раз. Посмотрите, какие ценные продукты питания. Еще могу привести пример. Зашел я вот здесь в магазин «Пятерочка». Смотрим, масло сливочное Богородское. 199 рублей 500 грамм. Ну, гор пришел, там 177. Видно, кто как думает, никто ничего не следит, такие цены наделывают. Так, конечно, разве можно так жить-то? Я считаю, чтобы была бы в стране стабильность. Чтобы люди были всегда обеспечены жильем и так далее. А жилье-то что получилось? Старье все пимитизировали. А сейчас говорят, друзья миленькие, платите за капитальный ремонт. Вот ведь до чего дожили. Раньше хоть молодой специалист придет, он получал квартиру бесплатно от государства. Особенно молодые специалисты. А сейчас куда он приедет к нам в Велухолнисту, что он получит-то? Какую квартиру-то? Работы-то нет. Да и работы нет. Работы нет. Так что я считаю, надо быть не беззубым нам, а надо, мне кажется, толку-то что. Вот я смотрю, когда встречается президент каждый год. Чем дальше года, тем больше вопросов. Это о чем говорит, что то, что там говорят, никто ничего и не делает. И еще будет, по-моему, не три тысячи вопросов президента, а будет пять тысяч. Пока у этой власти будет сидеть такой, как президент и как медведев правительство. Ни рыба, ни мясо. Так что давайте, будьте более позубасты и более так это выступайте всегда. Особенно выборы сейчас идут. Вот Валенчук здесь опять выдвигается. Вот сколько было вопросов социальных для населения, для пенсионеров. Он всегда был против. Он был в единой России. Вот сейчас выступают опять депутаты Кирова-Чапецкие. Это как директор-то? Тимур или как его? Ренат. Ренат вот этот. Он тоже здесь, когда поднимали вопрос на Кировской думе о том, чтобы дать детям войны какие-то дополнительные льготы, он голосовал тоже против. Ну как я за него буду голосовать, скажите мне, пожалуйста. Он меня не уважает. И вас, многих, которые эти дети войны не уважают. Так что вы приходите, вот эти группы здесь у нас стоят. Глава района, глава города. Но меня-то что беспокоит еще раз. Который год мы узолим одно и то же уборку мусора с города. Ну неужели мы с вами никак не можем? Ну я не против. Я получу всегда то, что положено на этот льти. Так сделайте хоть или урны, или какие-то места отведите для сбора мусора. Ну нельзя же город и территорию возле города заваливать мусором. Понятно, вот я и про что и говорю. Это мы заваливаем все это делать. А потом школьники ходят, грязные эту штуку забирают. Так что давайте сами добудем культурных в этих отношениях. А ругать-то, конечно, нашу власть. У них у самих денег-то нет ничего. Кто? Они предприятия, они работают. Так, желающие выступить, пожалуйста. Вот здесь есть желающие. Предоставьте, пожалуйста, слово. Здравствуйте. Ну что ж, свои поздравления вам шлет региональное отделение ЛДПР. А также поздравления примите от депутатов Белохолуницкой городской думы с Великим Первомаем. Напомню вам немного истории. Вы знаете, что 1 мая 1896 года в американском городе Чикаго рабочие вышли на митинг с требованием 8-часового рабочего дня. Этот день считается началом, днем солидарности трудящихся. В Российскую империю он пришел в 1890 году. Ну а у нас на Вятке с опозданием, но отпраздновался впервые в Вятке в 1918 году. Вы знаете, что этот 1 мая всегда проходил не так, как сегодня. Выходил весь город на демонстрацию. И хотя в 1992 году этот праздник нарекли праздником весны и труда, в общем-то и неплохо, но для нас он как был, так и останется днем солидарности трудящихся. Еще раз наше поздравление с Великим Первомаем. С праздником! Дорогие товарищи, сейчас вот свободный микрофон. Кто желает, выступите, пожалуйста. Никого не принуждаю, но, пожалуйста, кто желает, выступите. А я вот желаю, потому что, знаете, зацепила кое-что. Но прежде всего поздравить хочу всех с праздником, с двумя праздниками, да? Кому какой ближе. Но всем прежде всего здоровья, вдохновения, силы терпения, потому что нам они еще очень-очень сильно понадобятся. Вот резанула слух, что нас... Мы очень здорово умеем обвинять, мы здорово очень умеем показывать, как нам плохо, но при этом не всегда очень любим разбираться в основах, в первопричинах того, что происходит, даже в принципах, ну, грубо говоря, формирования бюджета, что от чего зависит, что откуда финансируется. Даже в этом видные люди, наши лидеры, да, городские районы делают ошибки. То есть критиковать ты критикуешь, но не всегда знаешь, что откуда проистекает и где что-то нужно урегулировать. Поэтому обвинять это очень просто. Хотя обвинять, конечно, есть за что. Есть очень много проблем, которые сейчас не решены и, наверное, очень долго еще решены не будут. Поэтому я сюда не защищать и не обвинять никого вышла, а сказать о том, что есть вещи, которые делать намного труднее, чем просто обвинять или вести кухонные разговоры. Я второй год занимаюсь тем, что привлекаю в район средства для проведения добровольческих субботников. Добровольческих, не тех, которые в рабочее время, и за счет рабочего времени, за счет исполнения функций, а те, которые проводятся в выходные, в личное время, на территориях непрекаянных и больше, особенно никому не нужных. В прошлом году мне посчастливилось привечь 15 тысяч рублей, в этом году уже 60. Хотя это стоило очень немалых нервов, немалого количества времени моего личного. Где-то приходилось откусывать от рабочего, что тоже не особенно приятно и не особенно поощряется, потому что работы надо выполнять качественно. Так вот, я бы хотела, чтобы мы не просто критиковали и не просто показывали, что нам все должны. Да, нам, наверное, что-то должны не просто, наверное, а действительно есть у государства декларируемые, но невыполняемые обязательства перед его гражданами. Они не всегда соблюдаются, всегда нет. Нет, наверное, все-таки большей частью не соблюдаются. Но давайте сами тоже не будем бессильными, не будем надеяться только на то, что нам придут и положат в рот какой-то вкусный кусочек. А давайте эти кусочки тоже пытаться добывать и пытаться что-то привлечь в район. Не обязательно деньги, хотя бы положительные эмоции. Потому что, наверное, читали недавно, что сейчас малые города планируют возвращаться. Только 4% молодежи, которая будет поступать и учиться в вузах или в колледжах. 4% – это сколько же через год, два, три, пять здесь останется молодого населения, которое работает и привлекает в бюджеты налоги, а не тех, кто только эти налоги каким-то образом потребляет. Без рабочих рук и без квалифицированной рабочей силы город жить не будет. Его не будут датировать, если он не выгоден. И с районом та же самая история. Поэтому, хотя бы, может быть, не стоит всегда плодить только отрицательные эмоции. А иногда нужно просто рассказать вашим внукам, детям, правнукам, что в этом городе и в этом районе, в нашем городе, в нашем районе есть еще очень много хорошего, ценного и нужного, а не просто сюда нужно почему-то возвращаться ради какого-то мифического патриотизма. И потому что ты должен. Пусть они сами захотят сюда вернуться и это все поднять. А не надеяться, что это кто-то другой за них сделает. Ну, в общем, давайте больше какого-то конструктива. Жить дружно. Жить дружно, а по этому поводу отдельный момент. Спасибо, что напомнили. Спасибо, что напомнили. У нас, к сожалению, дружба. Нет, к сожалению, очень часто каждая какая-то социальная группа, какая-то группа работающих в отдельных структурах тянет одеяло на себя. И пытаются либо присвоить себе чужие заслуги, либо как-то столкнуть кого-то лбами. Это неправильно. У нас слишком маленький город для того, чтобы делиться на какие-то группы, для того, чтобы возражать, возражать друг другу и не делать общее дело. Вот я счастлива, что так далеко не все поступают и что у нас в городе есть команда, которая делает дела, независимо от того, кто какой принадлежит религиозной конфессии, верующий, неверующий, какой партии принадлежит или симпатизирует. Вот хотелось бы, чтобы таких взаимодействий, несмотря ни на что, а просто ради города, ради пользы для города было у нас больше. А вражды и какого-то перетягивания одеяла, заслуга и так далее на себя было меньше. Потому что, наверное, все-таки давайте враждовать, если к тому времени захочется, когда у нас будет все хорошо. А пока есть проблемы, давайте их решать, а не думать, что это кто-нибудь сделает. За нас это все равно не сделает никто. Если кто-то готов помогать, не стесняйтесь. Время стесняться уже прошло. С праздником еще раз. Будьте здоровы, берегите себя. Я думаю, что сегодня позволяет погода выступать. Так что давайте желающие выступить. Виктор Митрофанович, скажите еще не будущее. Уважаемые жители, проект создания индустриального парка на территории машиностроительного завода он уже существует, скажем так, в работе порядка трех лет. На сегодняшний момент, 29 апреля, последний пакет документов в Москву отправлен. В мае месяц должен пройти на Абсовет, который определяет финансирование индустрирующих мероприятий. Надеемся, что по предварительным данным, то есть наш проект рассматривается как положительный. Надеемся, что он будет открыт и будет финансирован. Соответственно, реализация тех индустриционных проектов, про которые мы говорили, это прежде всего западно-уральская машиностроительная компания, которая заявилась о двух проектах. Совместно у них одно производство со словаками, малые техники, малых подручщиков и тяжеловозные техники для нефтяной промышленности. Они очень реальны. Поэтому на сегодняшний момент в связи с тем, что на заводе достаточно серьезные проблемы, мы надеемся, что именно замещение определенных индустриционных проектов поможет создать и рабочие места, и вот эту напряженность определенную работу. Свободные места есть и базы? Да. Не только цеха, есть и свободная площадь на территории завода. То есть там достаточно много площадок, на которых можно строить новую цеха или старых работать. А как завод руководствоверить на территории завода? Арианда, арианда, арианда? Вы хотите открывать в аренду, чтобы есть? Это не собственник заводчайник, но список. Значит, да, вот правильно подчеркнули. То есть есть как бы собственники завода, есть руководство завода. Есть определенные нюансы, есть в некоторых моментах непонимание. Но в целом, в любом случае, мы совместно пытаемся найти определенное компромиссное решение, чтобы все-таки один проект реализовать. Потому что это важно в целом-то и для самого машиностроительного завода. То есть то, что рядом будет еще какое-то производство открыто, это не означает, что там, допустим, вот этот блок цехов, можно сворачивать и там ничего не делать. То есть параллельно можно развивать и то, и то, и то. Тем более, у руководства завода есть свой проект. Это магистральный шахтный конвейер. Но, насколько я понимаю, у них так. Собственных средств, к сожалению, нет реализации этого проекта. Поэтому вот совместно будем. Я бы, знаете, хотел, раз уж начал говорить, хотел бы добавить еще, наверное, общее впечатление от того, что сегодня мы здесь собрались, и от праздника, и от всего. Вот, дорогие друзья, наша Россия имеет богатейшую историю. История, которая, ну, разные, контрастные моменты. То есть и хорошие, и положительные, и активно развиваются, и страдают по каким-то причинам. И вот начало 20-го века, когда вот произошла революция, вот тогда с царской России мы ушли к социализму, о том, что сейчас вот сегодня говорили тоже об этом, да. Но после этого случилось что? Сначала гражданская война, которая унесла много жизней. Разруха, НЭП. Сколько поднималась экономика? Не один год, десятилетие. И только вот где-то в периоду, к 40-м годам только экономика поднялась, только начали мы стабильно жить, только начали, более-менее у нас, ну, скажем так, все хорошо, да, как бы. Началась Великая Отечественная война, мировая война началась. Опять 20 миллионов в жизни, больше 20 миллионов в жизни. Опять разруха, опять работа, опять подъем, опять вот снова, ну, приходилось восстанавливать. Наступил период достаточно стабильный, это, наверное, 70-е, 80-е годы, да? Ну, вот просто хочется сказать, что хорошее было время, наверное, каждый с любовью эти времена вспоминает. Я был пацаном, в 68-м году родился, то есть вот, ну, где-то 80-й год, там, 10-12 лет. Я ничего не хочу сказать. Да, хорошие были времена, но ведь было очень много тоже сложных моментов. Вот мы говорили сейчас, что была пенсия в 134 рубля, но ведь далеко не у всех. Вот я могу честно сказать, показать документы, да, у моей бабушки, значит, ветерана труда, была пенсия 20 рублей. И если бы она не жила с моей матерью, с нами вместе, то есть вот, отец работал, мать работала, если бы мы вместе-вместе не жили, ей бы было очень тяжело на 20 рублей прожить по тем временам. Тогда в то время, ну, как-то бы, вот что замечательно, вы были дружнее, вы друг к другу лучше относились. Это вот не отнимешь этого. Не злые были. Да. Не злые были. Но как было? Вот мы пацанами бегали, я жил в Сосновке, там площадка, но сейчас тоже, как бы, в последние годы там восстанавливаем, там какие-то площадку делали, и в то же время там тоже была детская площадка. Но никогда не ждали ни от кого, что придет кто-то с власти, и там будет что-то делать. Нужно детям качель. Я помню, отец там собирался, соседи собрались, взяли подосочки, у кого-то что-то из дома, там гвоздики, молоток, ножовку, пошли, сколотили, что-то сделали. И дети на месте, не бесхозно ничего, то есть, наблюдали. И ведь с детей-то тоже спрашивали. То есть, вот мы забыли тоже, что с наших детей нужно спрашивать. Вот сегодня говорили, действительно, идут, и родители не смотрят, что вот есть урна, а мимо урна дети бросают. Точно так же в лесу безобразничают. И вот это нужно как бы нам вместе обязательно с этим бороться. 90-е годы, началась перестройка. Это определенный этап, когда все поломалось. Мы все опять переставили, как говорится, с ног на голову. И действительно, вот опять период разрухи и период восстановления. Сейчас вот нужно, как бы, наверное, отдать должное, вот этому времени, которое сейчас есть. Если при Советском Союзе была у нас одна партия, коммунистическая, она была в партии власти, и тогда тоже было. Если кто-то, не дай бог, каким-то образом выступит против партии, что будет? Прекрасно, помните в те времена. Это КГБ, это структура, это ГУЛАГ и так далее. Но сейчас, смотрите, вот что хорошо. Сегодня мы собрались здесь. Справедливая Россия, коммунистическая партия, ЛДПР, мы представители Единой России. Мы здесь собрались все вместе, мы обсуждаем и понимаем, что вот вместе мы можем все-таки изменить достаточно многое. Когда мы будем друг друга слушать, когда мы будем друг другу помогать, когда мы будем друг друга защищать, я думаю, что будем добиваться уже всех. Вот все равно, давайте вспомним последние годы. С разрухи все-таки мы поднимаемся, вот даже Белую Холницу возьмем. Арбат отстроили, Дом культуры отремонтировали, фонтан восстановили, музей замечательный, спортшколы восстановили, спорткомплекс здоровья, сколько-то поделали дороги. Но Россия сильная, ближнежащим государствам никому не нужна. Поэтому и вот такой экономический кризис, он и в основном именно того, что вот эта блокада экономическая, которую объявила Соединенные Штаты Америки и Европа, это ведь тоже сказывается. То есть взять 10-11 год, движение вперед, и вот сейчас, вот 14-15 год, как нам действительно тяжело справляться с бюджетом, как нам тяжело выделять денежные средства на образование, на здравоохранение. Но я думаю, что Россия сильное государство и самое главное она сильна тем, что здесь очень сильные люди. То есть все вместе, как вот я уже говорил, мы можем преодолеть многое. И мы обязательно это все преодолеем. Обязательно мы будем двигаться в лучшем. Вот, наверное, это я хотел сказать в завершении. Хочу только сказать еще раз с праздником. Еще будут у вас вопросы, друзья? Так что разрешите на этом в это время закончить наш митинг. Просьба ко всем к вам. Идете на митинг, приглашайте и всех остальных. Особенно я прошу вас приходить, когда у нас будет предвыборная кампания выборов депутатов Государственной Думы, Кировской областной Думы и нашей районной Думы. Вот вы задавайте им больше вопросов и что бы хотели от них видеть. Ведь раньше были наказы избирателей. Помните? И наказы избирателей сделают, потом эти наказы избиратели на исполковых рассматривают, что можно включить, что нельзя. Так ведь, Левтина Семеновна? Сколько вопросов было? Вот это включаем, денег есть, но это нет. Народ-то знал, что пообещали сделать и что не обещали, что сделали и что не сделали. А сейчас что с него спросишь? Наказов-то нет. Наказов-то не принимаются. Так что народ-то должен руководить страной, должен. Так что будьте самые более так требовательны к себе и к руководству нашего города и района. так что большое вам спасибо, что вы пришли. В следующий раз приглашайте, готовьте вопросы, чтобы было чего задать, а то раз не сообразить в голове, что можно, что-то хотел, но забыл. Так что большое вам спасибо, на этом митинг закончен. давайте идите отмечайте Пасху, готовьте там куличи или что там какие-то кто-то на кладбище пойдет, кто-то и в церковь пойдет помолиться.